А? Да ты что? Ты что, мне пришёл тут морали читать? А ну, пошёл отсюда! Кто тебя звал? Жениться я пришёл. Интересно же ты с невестой разговариваешь. И стара, и слышал до неё чёрт чего. Ну, что стара, не говорил. А что не молоденького уж, так и сама знаешь, что-то говорить не надо. Да ты, ты сядь, ну, сядь. Ну, я ж тебе не из бухты барахта, я же обмозговал это дело. Вот ты вскинулся на мои слова, а я только хотел сказать, что хватит тебе одной куковать. Ну, хватит, чтобы тебе там замок не запирался, антенна барахлила и... Я, я мужик прямой, ты одна, я один. Ну, хватит, погуляй в одиночку. А ведь человек должен в семье жить. Верно? А человек-то сердечный, положиться на тебя может. Я смотрю, ты баба работящая, самостоятельная, сама себя кормишь, ни у кого помощи не просишь. Чистота у тебя, и состряпаешь, и сошьёшь. И вязать умею, и на машинке. Ну, вот. А мне вот на самого себя и работать противно. Так, знаешь, по привычке вкалываю. А другое дело, для семьи... Ну, я пойду. А ты подумай. А то я тебе могу и сватов прислать. Разрешите? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Иванович. Нам очень нужна ваша помощь, Егор Венедиктович. У вас Федор Иванович передал мне с остальной вами каталог экспонатов музея. На нем есть пометки. Вот, например, написано Рыбное блюдо с крылатым драконом. А на полях пометочка ОЦ. Что это значит? Особо ценный. Мы так и думали. Значит, если ОЦ особо ценный, значит, С просто ценный. А вот что значит ЧВ? Часто встречающий. Скажите, пожалуйста, а вот эта вот такая красивая статуэточка. Рынок. Значит, поэтому он и не взял ее. Понимает. Егор Венедиктович, а кто кроме вас располагает таким же каталогом? Каталог составляла моя жена Лариса. Всего их пять. Пожалуйста, поддерживайтесь.